Всем привет! Вот такой вот у нас завтрак. Это хлопья с изюмом. Также мы будем сегодня использовать коконут молоко. Тут получается коконут и алмонд. Это кокос и это орех. Я забываю на русском. Леня сказала, что ей уже нравится, да? Вкусное молоко. Я просто не воспринимаю молоко. А, ей просто не нравится кровь и молоко, да. Ну супер будешь пить это молоко. Есть, попробую. Ташки спевают. Вон у ленка еды. А как с правой? Гуд, пошли. Как умиротворенно? Вот такой прием пищи. Вот такой прием пищи. Угадайте, что это за команда. Никогда не угадайте. Это команда по лакроссу. Короче, была у меня только что встреча с советником по вопросам карьеры в США. И, ну в общем, те, кто думают, что так легко работу в США найти, то это очень... Очень они сильно ошибаются. Это надо быть или суперспециалистом, программистом, ну или иметь жесткие связи тут. То есть у меня есть один выход. Если я хочу, конечно, бизнес бизнесом, но нужна какая-то практика, нужны какие-то знания и какие-то скиллы дополнительные. А также знакомство было бы идеально. В общем, в чем проблема? В том, что мне надо найти людей, выпускников моего колледжа. То есть это большая база как бы потенциальных знакомств, потенциальных знакомых, которые уже потом, которые работают где-то и которые смогут меня посоветовать в эту компанию, если я им понравлюсь. То есть это женщина, которая там работает, у нее тоже есть какие-то связи. Но эти связи, это не так, как у нас. То есть связи, типа я сейчас позвоню ему, он тебя устроит. Нет. Это означает, что она должна им написать, если вдруг у них будет свободное время, они ответят, потом они будут говорить со мной. Если я им вдруг понравлюсь, то потом я буду только говорить с этим рекрутером. Вот так вот. То есть, как я думал, я думал, я подаю резюме, рекрутер смотрит мое резюме, он со мной связывается. А нет, просто чтобы даже связаться с рекрутером в компанию, нужно пройти через весь этот путь знакомых, потом через, чтобы тебя кто-то посоветовал, чтобы ты именно понравился. В общем, вот так вот сложно. Посмотрим. Я начну вести спредшит в Excel, где я буду записывать все компании, все знакомых, с которыми мне удалось связаться. И также поделюсь этим спредшитом с этой женщиной, потому что хочется какой-то поработать, практики. Понимаете? Вот что я думаю. Потому что надоело жить как бедный иммигрант. Ну, если не получится, то, скорее всего, я возвращусь в Украину и там уже буду нормально жить, искать работу и работать. Но дело в том, сегодня еще у меня сейчас тренировка, а потом будет встреча с женщиной, которая в акселераторе тренирует. Я с ней поговорю, мне просто интересно. Вот у меня прототип, я пока не знаю, будет ли прототип или не будет прототипа. То есть, есть ли смысл идти без прототипа в эту программу? Потому что там столько каверзных вопросов было в лекционном листе, что у меня прям все настроение пропало туда подаваться. Ну, смотрим, поговорим. Лена разминается. Без тебя уже больше. Ну, сейчас и тренировки. Тренировка у меня сегодня будет на грудь. Вот недавно у меня была тренировка подтягивания, поднятия ног и становая тяга была на спину. Сегодня на грудь тоже со своим весом и с дополнительным весом в конце. То есть, это будет три подхода отжиманий до отказа, потом три подхода на брусьях и потом жим, я думаю, жим лежа под углом. Ну и, думаю, этого хватит. Посмотрим по состоянию, по самочувствию. Тренировка. 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 3 Тренировка. Сделали, в общем, три упражнения на толкающие мышцы, грудь. Сейчас надо сделать одно упражнение на тянущее на середину спины, чтобы немного диспропорцию сейчас убрать, потому что сейчас все мышцы напряглись, которые впереди, а это округляет спину. Надо чуть кровь перекачать обратно в спину. Такая вот машина нам делает чай. Там сыпется чайочек по чуть-чуть, а тут кипяточек. Можно те-бот. Всем привет! Сейчас я хочу показать, какой мы сегодня купили чай. Это чай из Тибота. Такой стартап в колледже. В общем, стоит машина, автоматически все. Ты выбираешь себе чайок. Там можно с примесями разными. Можно напополам. То есть делить, допустим, черный-зеленый. Или... Мы выбрали ройбуш там с фруктами еще. И я хочу сейчас показать, как это все выглядит. И тут прикольно то, что это заварной чай. Это не пакетированный. И вот интересный момент такой. Смотрите. Как раз-таки особенность в ней. Меня больше всего это поразило. То, что вот открываешь ее, да, и тут такая штучка фильтра. То есть вот эта вся фигня, которая там плавает, да. Ну, согласитесь, это неприятно, когда попадает тебе там такая... Не знаю, ненавижу это все. Ну, и тут вот реально крутая вещь. Ну, то есть максимально полезная. Вообще, вот эта вся... Вот эта вся заварка, она остается на крышечке. И ты пьешь вот через этот фильтр чай. Ну, то есть просто вкуснячий. Без этих всяких травинок. Ну, круто. Вообще. Ну, вот крышечка, фильтр. Ага, так, все виду обычный чай. На вкус тоже крутой. Ну, давай. Давай. Продолжение следует...